Всем привет! Сегодня мы с вами идем гулять. Третья у нас серия. Гулять опять по Янгуну, он же Рангун. Это финансовая столица Бирмы, она же Мьянма. В комментариях вы много там написали, почему ты неправильно называешь страну. Дело в том, что у многих стран есть русское название, есть свое название местное, есть, например, тайское название. Так как я живу в Таиланде, например, тайцы называют Мьянма, сами бирманцы вообще называют Пама, поэтому тут как угодно. Я привык Бирма называть. А, и такая заметочка. Я сейчас в гостях у друга в деревне. Собственно, у него такой гостеприимный чердак. Тут у меня отличная кровать. И у него ферма по разведению собак. Да, если вам нужны песики кому-то, на сто процентов гарантированно они здоровы. Я тут с ними играюсь, постоянно смотрю, как за ними ухаживают, кормят, поят и все остальное. Я ссылочку оставлю в описании. Я не знаю, сейчас мне они предоставят какой-то ресурс свой. Это контакт, инстаграм или что там у них есть. Может быть, ватсап. Прикреплю. У них сейчас есть Сибаину и Обрадоры. Вот, если нужно, пишите вот туда. Там контакты есть. Многие не могут понять, как найти контакты. Там такая галочка. Нажимаешь и под видео выскакивает описание. Я тоже, кстати, долго не мог разобраться. Давно-давно когда-то. Так вот, мы гуляем по бирманской столице. Сегодня мы посещаем ступу, которая называется Шведагон. Шве — это золото на бирманском. Тут, видите, тоже бирманский язык. Вот есть государственный, общепринятый. Да, он такой единый. Его должны знать все, но, естественно, не все знают. И плюс в Бирме много-много других языков. Но вот на государственном, центральном, главном бирманском языке шве — это золото. Дагон — это старое название Рангуна, он же Янгун. Как переводится, к сожалению, я не смог найти. И бирманцы многие тоже не знают, как переводится. Ну, опять же, как, например, многие из нас не знают, как переводится слово «Москва». Да, то есть это нормально совершенно. Далее. Это ступа. Вообще, давайте немножко про происхождение ступ. Что такое ступа вообще? Вот она высотой 98 метров. Когда-то ее основали, она была 20 метров высотой. Ее потом каждый король, который хотел сделать доброе дело для своей кармы. Он ее настраивал-надстраивал. Сейчас она 98 метров. По легенде, ей 2,5 тысячи лет примерно. И эти цифры вполне реальны, потому что действительно археологически зарегистрирована в Бирме очень ранняя государственность. И там очень много построек, которым по две с половиной, по две тысячи лет. То есть это вполне реальные цифры. То есть это не придумали они вчера. Что такое ступа? Когда Будда появился и стал свое учение распространять по миру, он вообще был против любых построек. В принципе. Почему? Потому что, когда есть храм, человек, который контролирует этот храм, он может туда кого-то пустить, кого-то не пустить. Вы сами знаете ситуацию. На Руси, например, могли кого-то отлучить от церкви. Это считалось вообще кошмар. Совсем плохо, потому что люди тогда были верующие. В основном. Сейчас, в принципе, я думаю, что многим пофиг совершенно. И это нормально. Так вот, Будда был против того, чтобы могли пустить, не пустить. Чтобы кто-то решал, что вот ты, 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 вы можете молиться, а вы не можете быть буддистами вообще, потому что вы недостойны. И он был против каких-либо построек. Они встречались, первые ранние буддисты, они встречались на пушке леса, на полянке какой-то, в пещерках каких-то. То есть места, куда трудно ограничить доступ или вообще невозможно. А пушку леса тяжело как бы оцепить, да, и закрыть на замок. И он, когда путешествовал, по легенде опять же, да, посещал разные страны, всегда его спрашивали. Вот ты у нас был, скорее всего, ты больше не появишься. Мы хотели бы на память что-то здесь построить. Что построить? Он говорил, ничего не надо. Ребята, пожалуйста. Вот, потому что как только мы начнем строить, этим начнет кто-то владеть, собирать денежку за вход, да, бакшиш. Но однажды его все-таки, вот, его спрашивали, спрашивали, спрашивали. Он не выдержал и говорит, ладно, так уж и быть, стройте. Он был царем, да, вот. Ну, то есть он был принцем, вообще он должен был стать царем. То есть его папка был царем. То есть он был из богатой семьи, соответственно, он был белокожий, потому что он не работал в поле никогда. Вообще он жил во дворце, в Азии везде культ белой кожи. Если вам интересно, не только, кстати, в Азии, вообще во многих странах. Если вам интересно, я запишу об этом отдельно большое видео, именно про культ белой кожи. Например, у нас в России он тоже был, его следы до сих пор присутствуют в наших пословицах-поговорках. Например, мы можем сказать, что а мы на острове, как белые люди тут лежим, загораем. Это вообще странно, да, как белые люди загораем. То есть могу об этом рассказать подробней, но вот будучи белым человеком, а это статус, он ходил везде с зонтиком. И, соответственно, ну, то есть чтобы не загореть, да, ясное дело, чтобы свой статус не потерять. То есть чтобы быть уважаемым и чтобы тебя слушать внимательно, ты вот на востоке, в Азии ты должен быть белым. Он взял зонтик с плеча, сложил его. Я думаю, что у зонтика не было вот этой вот завязочки, которая сейчас у нас на кнопочке чпок, да, поэтому зонтик был немного раскрытый. Ну, понимаете, фиксации не было. Он его поставил вот так вот полураскрытый получается. Зонтик он поставил на землю, говорит, что, слушайте, ну, вот эта форма мне нравится, в принципе. Стройте. И по его просьбе ступы должны быть без помещений внутри, чтобы туда нельзя было пустить или не пустить, опять же. Поэтому первые ступы все, они без каких-либо входов, выходов, вообще без помещений. И вот при его жизни еще начали строить такие ступы. Как правило, туда закладывали какие-то реликвии. По легенде, вот в этой ступе в Шедагоне там лежит несколько религий. Реликвии, извиняюсь. Реликвий. Реликвий. Значит, там восемь волос Галутамы. Это тот самый Будда, про который мы все знаем. Но плюс там есть реликвии, которые получили некие странники от других Будд. Вот тут уже странность. Дело в том, что, опять же, не все знают, что Будд было много. Ну, вот насколько я знаю, больше двухста. То есть, это люди, которые просветлели всего лишь, да. И до Будды, который нам известен, Галутама, да, мистер Галутама, было много других Будд. И после него тоже они были. Но вот как-то он медийно раскрученный, видите, один, а остальные нет. Поэтому часто мы думаем, что он был один. Нет, их было много. Значит, там от других Будд, полученные Леликвии, это посох, водяной фильтр и кусочек туники. Водяной фильтр-то что такое? В тропиках везде вода всегда теплая, соответственно, она всегда мутная. Почему? Там, вот вспоминайте, жаркое-жаркое лето, середина жаркого лета, какая-нибудь лужа или озерцо, вода цветёт. Но вот это цветение происходит круглый год, да. Соответственно, вода мутная, бурая, зелёная, коричневатая, вот такая непонятная. Соответственно, чтобы её попить, её нужно хорошенько фильтровать и кипятить. И многие странники раньше носили с собой такой фильтр, да. А что это? Это что-то типа тканевой подушечки, куда бы вшит древесный уголь, песок, что-то вот такое, через что наливали воду, да. То есть, лили. Ну, допустим, берёшь ведёрко, сверху эту подушечку кладёшь, лёшь на неё воду, она фильтруется, и в ведёрке уже относительно чистая вода. Ну, вот, собственно, фильтр для воды. То есть, это немножко не то, что у нас сейчас дома стоит на кухне. То есть, такую штуку с собой тогда не носили, её просто не было. Так, с этим разобрались. То есть, там реликвии. Вот какой-то царь-король построил вот эту вот ступу. Для чего это делается? Только для своей личной кармы. То есть, из эгоизма. Считается, что он сделал доброе дело, это ему засчётся, он пораньше в нирвану попадёт, чем другие, или другие вообще не попадут, он попадёт. Да и каждый потом последующий король её достраивал. Таким образом, с двадцатиметровой она стала девяносто восьмиметровой. Естественно, там присутствует такая вещь, как языческие обряды и традиции. Очень много. Да, я об этом постоянно много рассказываю. Там и львы-синхи, и змеи зубастые, и клыкастые, и чего там только нету. И вот эта языческая традиция просить у духов или у Будды, ну вот видите, у них в сознании всё смешалось, хотя это немножко неправильно, взамен одаривая его чем-то. Как это происходит в данный момент? Это сегодня, да, сейчас происходит. Человек, например, хочет, чтобы уважена забеременела, она, ну вот, не получается, никак не может. Он приходит и говорит, что, пожалуйста, он может обращаться к Будде, хотя с точки зрения буддизма это неправильно, он может обращаться к каким-то духам местным. Духи там, естественно, тоже живут, и в ступе тоже. Пожалуйста, я хочу, чтобы до Нового года моя жена забеременела и успешно родила здорового ребёночка, тогда я тебе подарю колечко с рубином, например. Когда это происходит, ты должен выполнить, причём даже оговариваются сроки, в какой срок ты это колечко. Например, вот если она в этом году родит ребёнка, да, то я в течение всего следующего года, до конца следующего года принесу тебе кольцо. И вот он начинает усиленно работать, копить деньги, делает на заказ это кольцо у кого-нибудь и приносит, дарит. Поэтому там всегда было всё в золоте, но вот на мой такой взгляд скромный, да, там сейчас несколько сот килограмм золота в данный момент присутствует на этой ступе. Там всё в кольцах, вообще в кольцах, в браслетах, в брошках. Многие камни низкого качества, но не настоящие. Есть прям хорошего качества камней. Я там часами залипал, всё это рассматривал. То есть, как бы, поэтому... То есть, там хранится довольно большое состояние, да, в деньгах. Поэтому эту ступу всегда хотели все разграбить, и тайцы, и сами бирманцы, когда у них были гражданские войны, а их было всегда много везде, да. И, например, в 1608 году ступу успешно полностью разграбили португальцы. То есть, видите, они везде по всему миру тогда куролесили от Латинской Америки до Филиппин. Да, вот насколько бодрая нация была в тот момент. Сейчас они подуспокоились. Успешно её разграбили, и там якобы был колокол, который был сделан из ценных металлов, и был весь украшен полностью золотом и драгоценными камнями. И весил он якобы 300 тонн. Опять же, это легенда. Они его погрузили. Но опять же, смотрите, это легенда, которую историки проверили, каким образом. Об этой всей истории говорят записи бирманских каких-то брахманов. Да, брахманы – это грамотные люди образованные, которые всё записывают и занимаются. В данный момент они есть до сих пор. Например, во дворце тайского короля они тоже есть. Это нумерологи по-нашему. Вот сейчас-то так называется. То есть, эта вся история отображена в записях брахманов бирманских. И эта вся история отображена в записях португальских каких-то мореходов, грабителей, мореплавателей, приключенцев. Так вот, этот колокол они забрали. Почему его на месте не попилили, не знаю. Возможно, боялись нападения. Они его начали грузить на корабль. Корабль перевернулся. Колокол упал на дно. И его затянуло в ил. Илистые почвы на дне речки Янгун или Рангун. И, судя по всему, он до сих пор лежит там. Даже если легенда преувеличивает вес. Ну, допустим, он был не 300 тонн, а 50 тонн. Это всё равно очень большие деньги. И мне странно, что никто из каких-то современных миллионеров, миллиардеров, которые занимаются кладоискательством, до сих пор его не нашли. Его засосало на глубину выла. Там, может быть, десятки метров. Но где-то он там лежит. То есть, интересно было бы, конечно, его найти. Потом, уже в 1825 году, я могу ошибаться, несколько лет, англичане другой колокол тоже из драгоценных металлов и камней забрали. Почему-то решили его, опять же, отвезти в Калькутту водным путём. Чему, тоже не понимаю. Это уже была серьёзно стабильная английско-британская колония. Почему нельзя было его там порезать и разобрать? Непонятно совершенно. Тоже начали его грузить на какой-то плод. Плод наклонился, колокол упал, затонул. Его подняли. Он выставлен там же в Шведогоне сейчас, в данный момент он хранится. Но я вот, к сожалению, не помню, снял я его или нет. Потому что там сотни строений, если не тысячи. И ты по кругу идёшь, и они там во много-много рядов. Как бы всё просмотреть сразу не получается вообще никак. Место очень популярное. Это одна из величайших мировых буддийских святынь. В Бирме люди верующие. Как бы все. Если начинать разбираться с ними, как и с тайцами, то потом оказывается, что он просто считает, что он верующий. Но он религиозно полностью безграмотен. Но, тем не менее, он считает, что он буддист. Поэтому туда происходит постоянное ежедневное паломничество. Там всегда тысячи людей. Я там был два раза. Оба раза там было очень-очень много местных жителей. Туристов там практически я не видел. Мне кажется, один там был. И то не факт. Не помню. Такой момент. Значит, ещё вопрос. Сейчас мы будем смотреть. Вы в комментариях напишите. Я две недели фестивалил. Мы очень успешны от фестиваля. У нас был сначала фестиваль реконструкции эпохи викингов. Потом прямо оттуда я поехал ещё на неделю на фестиваль Вархаммер. И там происходило очень много смешного, интересного. В принципе, если все истории, которые произошли на фестивале, собрать в кучу, можно записать непридуманные истории про Вархаммер. Интересно вам или нет? Я вот сейчас тут друзьям рассказываю. У друга, да, в деревне. Всем очень нравится. Все смеются. Просат рассказать ещё. Поэтому, если хотите, могу записать. Ну, и, в принципе, для себя на память. Да, там 10 лет пройдёт. Я пересмотрю, вспомню все детали и нюансы, которые там происходили. Так, вроде всё. Приятного просмотра. У нас уже ближе к вечеру. Мы с вами приехали в супер такое огромное знаковое сооружение, которое называется Шведагон. Очень древняя ступа. Я думаю, что я вам уже расскажу до этого момента её историю. Вот сейчас пойдём гулять. Как я уже говорил, бирманцы, мастера больших, вот, строить большие залы, большие коридоры, большие входы, крупные ворота. Ни у тайцев, ни у камбоджийцев, ни у вьетнамцев так хорошо это не получается. Они прям супер это всё делают. Везде всё такое величественное, прям огромное. К сожалению, в музее мне не разрешили снимать. Вот тут можно. Это у нас дорога наверх, ступеньки. И посмотрите детали, да, резьбу. Тоже очень круто всё сделано. Борельефы. Да? На потолке резьба. Там у нас монументы такие, выпуклые, барельефы. История жизни Будды, естественно. Вот этот весь коридор, он построен не так давно. То есть это уже 20 век. Здесь местные жители, туристам из местных жителей продают очень много религиозных сувениров. Статуи Будды, всякие чаши для подношений. Это вот местный мудрец. Кажется, его как-то Боба зовут. Главный дух города, да? Вот, это вот чаши для монахов для подношений. Зонтики символ власти. И опять же символ буддизма тоже. Вон, чёткие, пожалуйста. И всякие разные любые другие религиозные атрибуты. Ну, собственно, а для чего ещё религия создана? Чтоб на ней не зарабатывать, что ли? Надо срочно зарабатывать на религиях. Хотя, видите, Будды вот такими штуками не торговал всякими. И вообще он был против, в принципе. Тут есть предметы, которые любят дарить Будде ставить, да? И духом местным. Среди них довольно много вот таких матрёшек. Ну вот гид, который мне попался, бестолковый. Он, к сожалению, ничего не может объяснить вообще. А продавцы, которых я спрашиваю, они, естественно, и не знают. Но они не должны знать историю. Они говорят, это наша народная. Ну, всё пипец. Ну, хотя я знаю, что матрёшка, которую мы считаем русской матрёшкой, да? Она вообще из Японии. Вот тут непонятно происхождение тоже этой матрёшки. Или что это вообще такое? Вход в основной храм охраняет такой громадный крокодил. Сколько он? Наверное, метров 15 длиной. И прикол в том, что... Ну, у него голова где-то метра два с половиной, наверное. Прикол в том, что раньше когда-то действительно такие крокодилы были на планете Земля. И можно так к нему подойти поближе и понять все масштабы бедствия, с которым сталкивались другие динозавры и протодинозавры, да? Встретив такого крокодилища. Ну, и, собственно, тут всё ещё мы уже давно идём. Тут стало ещё красивее. Потолок теперь в резьбе тоже. И вон там уже выход на улицу. Там уже сама эта ступа. И огромное количество построек вокруг неё. Так, мы наверху. Сюда люди приходят гулять прям с семьями. Очень многие с детьми. И тут вперемешку. Вот до Таиванда это необычно. Здесь монахи, монахини и миряне все вперемешку ходят, гуляют, смотрят. В Таиванде обычно монахи стараются спрятаться куда-то, чтобы не попасть в лапы камерянам, да? Чтобы они их не отвлекали открытой одеждой, например. Это вот спуск вот туда вниз-обратно. Выходов много. Это один из. Поэтому мне нужно запомнить. Крутая резьба. Позолото. Везде у нас здесь всё в узорах. Вон сидит монашка, читает мантры. Монашки в розовом. Монахи в буром, в красноватом. Вот. Вот такие вот маленькие ступы. Тут же вокруг большие, еще совсем большие. Очень много вокруг построек. Звонят. Колокол. Это неплохо. То есть, любой живающий может звонить. Это типа хорошие вибрации. Дальше. Много вот таких помещений. Видите, я уже пришел. Уже закат начинается. Как раз сейчас самое контрастное освещение хорошее, да? Много таких помещений. Вот, собственно, сам по себе Шведагон. Сама ступа. Она 100 метров высотой. Сейчас, в данный момент. Начиналось всё с 20, да? Я рассказывал. Вот монахи гуляют. Но это монахи могут быть из другого какого-то храма. Нельзя это не из этого, а могут быть даже из другой страны. Запрос то. Но не тайские. Тайские все в оранжевом. Статуи Будды отличаются от тайских и камбоджийских. Но то, о чем я говорил, да? Что они мастера отделки помещений. Смотрите, как всё выглядит. Величественно. Они именно умеют так вот всё делать, что всё прям такое помпезное, широкое, какое-то объёмное. В Таиланде, в Камбодже такого нет, повторюсь. Будда у них другой. У них Будда покрашен красной краской. Ну, собственно, подчёркивает его статус. Высокое благородное происхождение, да? Ну и головные уборы, выражение лица, тюпи лица. У Будды в каждый период менялась всегда. То есть, какая династия, какой период, какие мастера делают, какая мода. На изображение Будды. Вот, они всегда были разными. По периметру здесь огромное количество ступ и статуи Будды. Да? Каждую статую в своё время когда-то дарил храму какой-то выдающийся человек. О, вон котик ходит. Опа. Мю-мю-мю. Кис-кис. Не, он зажрался. Какой-то выдающийся человек. Бизнесмен, герой, военный, генерал, дворянин. Дарил, соответственно, каждая статуя, связанная с каждой статуей, связанная какая-то история, да? И каждая статуя обладает какими-то магическими смыслами и силами своими. Я вот знаю, что здесь, например, есть статуя, которая гарантированно даёт детей тем, у кого бесплодие, например, да? Вот, то есть их много разных. И обратите внимание, везде стоят клыкастые синхи. Это чтобы зло от статуи Будды отпугивать. И вот такой у нас дракон. То есть это не нага, это не дракон, потому что у него он короткий. Да, нага, она всё-таки змея. Но это, опять же, моя версия. Может быть, такая короткая нага. Тоже фиг его знает. Ну и там он величественный сам по себе шведогон. Смотрите, когда вот все львы как львы, синха, да? Ну такие, блюдут фигуру какую-то спортивную. А один лев постоянно ходил к бабушке и стал вот таким. Тут на самом деле много таких львов, но их несколько. Но вот этот любимый бабушкин лев. Вот такой вот упитанный, сильно причём упитанный. Тут монах сидит, медитирует. Это точно монах. Он шевелится время от времени, только что он комаров отгонял. И интересно, что я всегда, когда видел людей, которые медитируют, ну монахов, например, я всегда старался создать тишину, чтобы не мешать им. Но мне много раз и коп, мой шаман, да? И другие монахи говорили, что если человек умеет медитировать, то возле него хоть из пушек стреляй. Там слушает тяжёлый металл и что угодно делает, и ты его не отвечёшь, не помешаешь ему вообще никак. Поэтому можно... Ну вот человек сидит, медитирует, можно рядом сидеть, разговаривать, слушать музыку. И это совершенно нормально, потому что помешать мы ему не сможем вообще никак. В общем, здесь вот таких вот построек, которые строили в разные времена, разные люди с разными целями, здесь их реально тысячи. То есть вот одна, вторая там, там дальше ещё, третья, четвёртая, пятая, вот какая-то ступа по центру, да? И дальше они идут, 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 идут бесконечно вообще. Ну вот здесь каждый вечер зажигают такие специальные огни. А это буду покровительствовать тем, кто родился в субботу. Вон там написано. Вот они его поливают водичкой. Ну и что-то у него просят взамен. Вот опять у нас спортивные львы. Но дальше сейчас там тоже будет пуху, я помню. Я тут второй раз уже. Первый раз я просто сам гулял, чтобы где-то получить впечатление, да? Такие положительные, ни на что не отвлекаться. Сейчас приехал специально заснять для вас, ну и для себя на память. А, вот ещё один бабушкин лев прячется. Смотрите. Это что надо было, да, такого придумать? Вообще огонь просто. Вот уже лучи заходящего солнца попадают на ступу. Людей очень много. То есть это место очень популярное. Такие ступы. Надо снимать, наверное, в ту сторону, то что солнце оттуда у нас. Вот оттуда, вот туда. Сейчас я обойду и там буду снимать для вас. Тут лежачий Будда, который, во-первых, у него не сломан позвоночник, как у того, которым мы заезжали раньше. То есть он нормально лежит. Во-вторых, он по позициям ног, мы понимаем, что он отдыхает просто, да? То есть он не отъезжает к Нирвану в данный момент. Вот другой ракурс. Сейчас как раз лучи солнца падают на постройки. Смотрите, как красиво, да? Сколько деталей. Иностранцев вообще нет совсем сегодня. Но я, по крайней мере, пока не встретил. Все боятся военных переворотов, гражданской войны. Но, собственно, есть чего бояться. Это в стране действительно есть. А в прошлый раз я тут был, я увидел... Ну, в смысле, встретился. Ко мне подошел русский мужчина. Я снимал там какие-то для Инстаграма кусочки маленькие. По-русски комментировал что-то. Он подошел, попросил его сфотографировать. Мы с ним разговаривали. Оказывается, что он из Ставрополя. И он приехал сюда сам. Ну, тоже просто бесстрашно и все. Ну, ему тоже тут понравилось. То есть, как и мне. Так, вот очередной зал. Смотрите, детализация какая. Конечно же, вот мода к такому все величию и красоте, изяществу и деталям, да. Она могла появиться только в очень богатой империи. Ну, собственно, какой Бирмой была многие века. Там сидит особенная статуя Будды. Мне сказали, что считается, что он иногда шевелит глазами. Я в прошлый раз набрался терпения. Минут шесть посидел. Он не шевельнул ни разу. Но, тем не менее. Я продолжаю ходить вокруг. Тут все в таких же. В резьбе, в деталях, в пагодах. В ступах, в статуях, в медитирующих людях. И на самом верху, может быть, вы слышите, там висят листики из золота. И ветра почти нету. Но, видимо, какой-то маленький ветерок есть. Они позвякивают. Я не знаю, микрофон берет на телефоне или нет. Но звук слышно даже со 100 метров высоты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok